Первый же вопрос, адресованный министру образования и науки Карачаево-Черекийской республики, Инни Кравченко касался вакцинации детей от полиумилита. Несмотря на развернутую в республике масштабную информационную кампанию, направленную на разъяснение всех аспектов дополнительной иммунизации против этого страшного заболевания, у жителей региона всё же остались вопросы. «На сегодняшний день по каждой образовательной организации уже принято решение. Те ребята, которые привились, они остаются в очном формате в образовательной организации. Те ребята, которые на сегодняшний день отказались от прививок, они также могут, если позволяют возможности образовательной организации, остаться в стенах образовательной организации. Для них будет специально сформирован класс или зона определенная, выделенная в образовательной организации для проведения образовательного процесса. Что касается дошкольных образовательных организаций, то сегодня В целом по республике проблем для создания условий по присмотру и уходу нет, потому что очень достаточно просто нам сегодня создать условия в дошкольных образовательных организациях. Есть отдельные групповые ячейки с отдельным входом-выходом, отдельные зоны для приема пищи, поэтому дети не пересекаются. И проблем у нас по детским садам сегодня для разобщения детей дошкольного возраста нет. А здоровье подрастающего поколения перешли к ещё одной актуальной теме. Какую поддержку от Министерства образования и науки Карачао-Черкейской республики получают сейчас дети наших земляков, что участвуют в специальной военной операции? Например, это предоставление мест в дошкольные образовательные организации вне очереди. Уже 34 ребёнка воспользовались, 34 семьи воспользовались такой мерой поддержки. Также меры поддержки – это перевод детей в иную образовательную организацию, которая расположена рядом с местом проживания. Это может быть и дошкольная образовательная организация, и общая образовательная организация. Также я считаю, что достаточно своевременная и полная мера поддержки – это оказание компенсационных выплат студентам средних профессиональных образовательных организаций на питание. Порядка 190 рублей студенты ежедневно получают в виде компенсации на питание и по своему усмотрению уже распоряжаются этими средствами. Инна Кравченко подчеркнула, что дети участников СВО вне очереди получают путёвки в летние лагеря. Бесплатно могут посещать кружки и секции, а также у них есть возможность пользоваться льготами при зачислении вуза и СУЗы. Без внимания в этом году не останутся и учителя, ведь президент Владимир Путин объявил его годом педагога и наставника. И согласно наказам главы государства, Минобор Карачао-Черкесии планирует всячески поддерживать учителей и способствовать поднятию престижа их профессии. Во-первых, хотелось бы, чтобы наши педагоги, конечно, имели возможность сегодня снизить ту педагогическую нагрузку, которую имеют на сегодняшний день. И наша основная задача – это снижение бюрократической нагрузки, которая сегодня оказалась достаточно объёмной и непосильной даже. Мы это понимаем, оцениваем и работаем в этом направлении. Также все мероприятия направлены на то, чтобы увеличивать количество позитивных информационных поводов и в средствах массовой информации, и в социальных сетях в том числе. Также наша основная задача – это увеличить количество абитуриентов, которые сегодня придут на педагогические специальности и педагогические направления подготовки. Хороший учитель, он действительно на вес золотом. Не случайно в нашем регионе сейчас стартует конкурс «Самый классный классный», в котором смогут участвовать классные руководители. Итоги конкурса подведут осенью, а его победители получат премии от главы республики Рашида Тимрезова. А ещё министр образования напомнила, что в Карачаево-Черкесии предусмотрена финансовая поддержка молодых учёных. Её удостаиваются юные таланты, добившиеся высоких достижений научной деятельности.